Праздничный митинг открыло торжественное шествие заставы ветеранов погранбойск Ленинска-Кузнецкого. И пусть вас не смущает, что не на всех из них надеты начищенные до блеска военные кители. За плечами каждого из этих мужчин своя пограничная история и свой подвиг. Для них сегодня звучали слова благодарности и поздравления. Здравствуйте, пограничники! Здравствуйте! Поздравляю вас с днём погранбойск! Ура! 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 Это праздник посвящен мужественным людям, которые не счастливой жизни днём и ночью стоят на страже Родины. Под проливным дождём и в лютой метели, под палящим солнцем и в снегопады, в любых непогодных условиях, в климатических поясах нашей необъятной страны несут свою службу солдат и аксессыр и погранбойск. Отглаживаю вас с днём пограничника. Желаю вам доброго, мужества, отслабия и пусть вам запустят удачи во всех ваших причинах. На торжественном митинге в честь Дня пограничника ветеранам, уже отдавшим свой долг Родине, вручили памятные награды. Одну из них по заслугам получил Игорь Карлов, бывший старшина 14-й Забайкальской заставы. В его активе уже есть такие награды, как медаль за отвагу и орден Красного Знамени, полученные за события в начале 80-х на границе с Китаем. Тогда 14-я застава по тревоге пришла на подмогу 11-й, но опоздала. Там у них есть рота тигров, у китайцев. Они полностью вырезали заставу шампалами в ухо. Сколько там народу было? 12 человек. Вот один человек там всего остался, повар. Дежурный повар был, и вот он только один остался. В ту ночь старшина заставы Карлов получил ранение в позвоночник. Тигров они отбили, но воспоминания о тех событиях не дают покоя вот уже 30 лет. Китай и Северная Корея, Афган и Норвегия. Российским пограничникам сегодня приходится защищать более 62 тысяч километров рубежей страны, граничащих с 18 государствами. И без пограничников никак не обойтись. А потому бывший рядовой 13-й дальневосточной заставы Буссе Федор Шарипа своего сына тоже отправит служить. И ему, и другим нынешним солдатам Федор Александрович и Игорь Юрьевич желают следующего. Добросовестно нести службу, отдать долг Родине. Я считаю, каждый мужчина, молодой юноша, парень должен отслужить в армии. То есть отмазку своему сыну вы не делаете? Нет, никакую. Бдительности, бдительности, еще раз бдительности. По словам Игоря Карлова, слишком много еще желающих заполучить нашу страну. А для того, чтобы желание это отбить, необходимо чтить память тех, кто, защищая рубежи России, отдавал свои жизни. И воспитывать патриотизм в каждом мальчишке, подростке и юноше. И ветераны погранвойск знают это, как никто другой.